Кто для тебя лучший защитник, Энтони Дэвис или Руди Гобер? Эмбит же на самом деле, вы все видели, что он липовый. Если вы не играли, как вы можете об этом рассуждать? О, офигеть, Леброн съел Рокфор. Леброн, а где Перстень? Он не MVP, он не лучший прогрессирующий, он никто. После ухода Аверсона, это не баскетбольный город. По первым сезонам Леброн намного талантливее. Жанец, в телефоне прокрасей, фотографии, смотришь, так, где лучшие рыбные места. Какой номер? Восьмой. Между прочим, пятый. А, по драфту. Я понял, как ты следил просто. Костя смеется. Мы не расскажем, почему он смеется, но мы вас приветствуем. Это подкаст 2 про НБА. Костя, собственно, человек смеющийся до записи. И Антон, человек, который смеется только наиграно во время записи. Константин, как настроение? Чудесно. Было бы странно, если бы ты смеялся и сказал бы, что у тебя все плохо, травма. Нет, ну, в хорошей атмосфере, с хорошими людьми. Вот это справедливо. Вот это справедливо. Я думал, ты скажешь, не нужно прям на так. Перегибать. Да, прям так. Ну, слушай, я на самом деле посмотрел некоторые комментарии под прошлым постом. Там, да, про карасей спрашивают люди, поэтому... Люди интересуются. Хотелось бы сделать тебе квиз про карасей, но я подумал, что... Там шансов у меня больше. Смысл. Да, я подумал. В баскетболе-то я не так разбираюсь. Я подумал, что вдруг футболочка и уедет куда-то. Но пока поэтому... Нет-нет. Баскетбол. Чешуя, это наше все. Друзья, напоминаем вам, что по ссылке в описании вы можете подписаться на нашу группу ВК. А в группе ВК наш уважаемый человек в черной футболочке Константин Варивода комментирует матчи. Костя, когда уже? Через 50 дней. Вот так. У вас есть 50 дней, чтобы... Вы представляете, как Костя считает это? Нет, это старт официальный. А еще предсезонка же. А еще предсезонка там, сейчас 30 или 29. Мы, естественно, начнем работать с этого момента, поэтому, да, не теряем времени, подписываемся. У вас меньше месяца, чтобы подписаться. Это жесткий дедлайн. Да. Вы можете, конечно, идти к этой цели постепенно. Нет, разумеется. Человек должен осмыслить, неделю по Думу походить. Сначала послушать вообще все наши подкасты. Как ты сказал, подписаться на группу ВК, подписаться на группу в Телеграме. В Телеграме все-таки у нас канал. Да? Это так называется? Ну, если уж быть продвинутыми юзерами, то это Телеграм-канал. БСКТБ тоже подписывайтесь. Там много новостей. В межсезонье это важно, кто куда переходит, кто куда уходит. Почему Стэф Карри убрал надпись, что он игрок Golden State. Там все есть про это. И уже опровержение от Стэфа Карри самого вышло. Поэтому подписывайтесь. Черпайте новую информацию в нашем Телеграм-канале. Костя, ну не забывай, что тебе платят деньги за то, что ты тут сидишь. А их бы в жизни тебе не платили, если бы не наш уважаемый партнер. Друзья, не забывайте, что партнером нашего канала является компания Пари, которая делает большой вклад в развитие российского баскетбола. Например, компания поддерживает баскетбольный клуб Пари Нижний Новгород, который на протяжении многих лет успешно выступает в единой лиге и радует болельщиков не только своими победами, но и классными проектами. Благодаря Пари мы создаем спортивное комьюнити, в котором вам всегда будет интересно и здорово проводить время. Бонус от Пари можно забрать в нашем Телеграм-канале по ссылке в закрепленном комментарии. Пари окружает игрой. Слушай, до того, как начать, просто про Телеграм, про новости, я наткнулся недавно на очень интересный ролик, где Крис Хейнс сейчас, который работает с Yahoo Sports. Yahoo, ждем интеграции. Да, если у вас какие-то есть деньги. Да, как он прошел, соответственно, путь от журналиста локальной команды до вот такого, собственно говоря, поста. Да, и там долгая история, но я вкратце расскажу. То есть он сначала работал в Портленде несколько лет, поэтому очень хорошо закорешился с самим Дэмином Лилардом. Вот, и у них даже между ними разговор такой, знаешь, произошел. Мне нравится, что такие люди всегда рассказывают, я с низов туда-сюда. В Портленде с Дэмином Лилардом это с низов. Типа, а как ты в Портленд попал, человек? Нет, хорошо, до этого ты можешь. Ты же как-то попал в Портленд? Нет, я к тому, что в Америке, мне кажется, очень хорошо, знаешь... Работает карьерная лестница, это правда. То есть ты сначала как школьный писатель, потом про колледж, и тем более это не были времена, когда Лилард был уже прям суперзвездой, он уже начинал, когда Лилард просто... Твой любимый Спаэстро, это, наверное, главный пример того, как карьерная лестница работает в США. Ну, собственно говоря, они даже с Дэмином какой-то момент обсуждали, слушай, я хочу работать на более крупные... А не в Сыраном Портленде, так он сказал? Ну, не так совсем, на более крупные... Он думал так, поверьте. Не команды именно, а вот он говорил, что я хочу стать национальным писателем. И ему сам Лилард говорил о том, что тогда тебе нужно куда-то переходить, потому что здесь в Портленде, да, ты хорош, у нас крутые отношения, но дальше ты, к сожалению, не пойдешь. Интересный факт, что сам Лилард этого не понимал, он все еще оставался в Портленде. Ну, у Лиларда был контракт с хорошими деньгами. На тот момент уже Крис Хейнс, он уже был женат, вот, и когда он, соответственно, хорошо писал, искал какие-то связи, знаешь, чтобы пойти вверх, да, походили на лестнице. И вот так, я не знаю, может быть, это там с помощью тоже Дэмиа Лиларда, мне кажется, баскетболисты имеют огромное влияние на это все, ему предлагают вариант работать в Кливленде. Кливленд времен, когда туда уже перешел Леброн. До вот их, скажем так, исторических финальных баталий с Golden State. Самый интересный факт... Давай, скажем, важную вещь, и на тот момент там был Тимофей Мозгов, в первую очередь. То, что там был Леброн, это никого не интересует. Это только из-за него это произошло. И что самое интересное, когда он эту новость преподнес жене, она ему прямо сказала, у тебя есть два года, я с тобой еду в Кливленд на два года. Я бы сказал, у тебя есть час, чтобы собраться и уехать от меня, с такой женой лучше без жены. Ну, потому что... У тебя есть два года, иди гуляй. Это опять же с его слов, то есть, понимаешь... Ну, это очень странная жена, я тебе хочу сказать. Знаешь, она как американская такая, как будто баба такая. У тебя есть два года, если не добьешься. Ты можешь сейчас собрать вещи и ехать. Если ты не добиваешься дальше перевода, то я как бы с тобой развожусь. Ну, точнее как. Давай уточним, он сейчас с ней? Да. Это дурак. Если вы подписаны и читаете текст этого человека, вы автоматически... Подожди ты немного, я за собой оставляю право, что, может быть, я немного не так понял. И был прикол в том, что, ну, нет, она точно сказала, что у тебя есть два года. Может, она сказала, что дальше не будет развода, я просто перееду в другой город жить. Вот и все. Ну, тем не менее. Ну, переехала, считай, как развелась. Да. Мы же все люди, все понимаем. Вот, что, соответственно, происходит. Действительно, Кливинд, мы знаем, проходит везде финалы, его статьи пользуются бешеным спросом. И действительно, через два года, то есть вот в то лето, ему поступают предложения от ESPN. Работает, действительно, на национальный бренд. Везде статьи будут намного больше публиковать. Естественно, это предложение принимает, сохраняет семью, в кавычках. Вот, переезжает в, если я не ошибаюсь, в Нью-Йорк, он сказал. Ну, действительно, атмосфера получше. Там и Нью-Йорк, и разъезды в Лос-Анджелес. Но что самое интересное, он до этого два года работал с Кливиндом. Его берут ESPN и говорят, на следующих финалах ты работаешь, освещаешь Golden State. И он подходит к раздевалке перед матчем, чтобы взять, знаешь, какие-то интервью, спросить что-то у тренера, у 10-х, на озер. А кто его встречает, как ты думаешь? Дреймонд Грин. Ну. И говорит, слушай, брат, я тебя просто не пропущу, я тебе не доверяю. Я думаю, ты здесь что-то шныгаешь, чтобы потом отдать. Ну, это опять же были первые матчи такие. Потом, да, естественно, все пришло в нормальное русло. И сейчас уже, крис Хейнс. Потом, после сделки с ESPN, он сейчас работает на Яху. Почему он работает вместе с Яху? Одна из причин, говорит, мне, просто как черному человеку, предложили нанять еще троих мне в помощь. Говорит, где такая власть? Кому еще такая давалась? Мстит за предков. Ну, и там, естественно, больше денег, но вся такая история. Но удивительная, удивительная история. А факт с женой меня действительно поразил еще больше. Когда ты, Костя, из два проинба превратишься в человека, который, ну, что-то сделает на международном уровне? Мы работаем над этим. Вот видишь, следующий сезон, множество трансляций. Ну, просто я вижу в этом твою судьбу. Вот сейчас ты должен взлететь. Приятно, приятно слышать, но посмотрим, как сбудется. Ну что, предлагаю к баскетболу, а не к писакам твоим, вонючим. Ну, вот так вот. Извините. Да, вот есть писаки, а есть баскетболисты, которые у нас тоже стали такой частью медиапространства. И недавно располагнула новая такая волна интересных обсуждений, потому что Дуайт Ховард и Гибет Аренас обменялись, как бы, скажем так, взаимными посещениями одного и второго подкаста. Сначала пришел Дуайт Ховард Гибет Аренас, что мы сейчас, соответственно, и затронем. А уже потом Аренас пришел к подкасту Дуайта, где он действительно так заявляет о том, что мы здесь плохие вещи не говорим, мы здесь только про хорошее. Вот такая позиция у Позидинова и Дуайта Ховарда. И накинул на Руди Гибет Аренас. Нет, это было у Гиберта. Там можно плохое. Да, там другая атмосфера. В общем, что интересного я выписал из всего этого разговора. Во-первых, Дуайта считает, что не во всех именно титулах защитных, которые получил ГБР, он действительно был настолько хорошим защитником, чтобы быть достойным этого звания. И причем назвал последний год его одним из лучших. Потому что ему приходилось выходить на периметр, где-то страховать. Сразу же у нас всплывает момент вместе с Лукой, когда он через него этот трехочковый забил, и вся защита улетела в никуда. Вот. Также сказал о том, что да, действительно, в предыдущие сезоны это была только его, скажем так, физуха. По-деревецки немного выражаясь, да, но понимаешь, что это тропометрия, рост. Что меня удивило. Дальше разговор зашел в такую интересную, скажем так, стезю, когда у него, во-первых, спросили, вот, Двайд, сколько ты считаешь для центрового, который действительно защищает краску, сколько в среднем нужно делать блокшотов? Вот. Ответ последовал 2-3. Я, в принципе, с этим соглашусь. Это вполне хорошие цифры. Дальше зашли ребята интереснее. А вот сколько фолов в среднем должен получать центровой за матч? И там тоже они остановились на цифре 2. Затем там Рошад Маккенс полез на баскетбол референс и сказал, что в среднем за карьеру у Габера 2,7 фола. Что примерно в этих, как сказать, цифрах. Но я полез еще дальше. Последние два сезона у Руди Габера 3,3 ровная цифра 3,0 и в последнем сезоне 3,1 фола. То есть здесь он уже немного вылезает за вот эти рамки. И я, на самом деле, никогда так не думал вот с этой позиции про роль центрового. Ведь, по сути, ты либо блокируешь, либо ты действительно нарушаешь правила, а зачастую люди, которые лезут в краску и находят там фолы, они хорошо бросают штрафные. То есть, ну, не все так вот. Ну, почему? Есть же просто борьба центровых с центровыми в посте, например. Это же не обязательно разыгрывающий лезет в краску, идет по Руди Габера. Я думаю, что более 50% фолов это разыгрывающий, ой, центровой с центровым, ну, либо с четвертым номером. Не ломай мою теорию. Хорошо, прости. Это разыгрывающий ломится под кольцо и получает фол, который 2 из 2. Все, извини. Прости, пожалуйста. Какой-нибудь Дуэйн Уэйт в молодости, ну, вот который без скила. Да. Вот, как ты говоришь. А что самое интересное, в плей-офф у него, во-первых, показатель блокшотов снижается до одного, а количество фолов, которые он совершает, 4,8 и 3,7, а играет в среднем 34 минуты. Ну, жестче матчи, понятно, напряжение выше. И жестче матчи, и соперники умнее. Да. Действительно, в плей-офф мы как раз видим, что вот эта защита из себя представляет. Для сравнения, да, понятное дело, в Эмбонямо первый сезон, да, ну, 3,6 блока, 2,2 фола в среднем. В плей-офф мы его не видели, потому что, ну, где там. Энтони Дэвис, опять же, 2,3 блока, 2,3 фола в среднем. Ну, я просто выписал для сравнения Бэма, но я у Бэма, знаешь, в среднем взял, типа, перехват и блокшот, потому что Бэм все-таки активен и на периметре, и под кольцом. Опять же, 2,2 перехвата. И я вот здесь действительно рад тому, что я не всегда соглашаюсь с Дуайтом Ховардом, не всегда считаю, что он говорит какие-то правильные вещи, но здесь действительно один из таких интересных моментов, где посмотреть на всю эту призму совсем под другим уголом. Ты знаешь, тут ты говоришь, что ты глубже посмотрел и так далее, но есть же люди, которые еще глубже смотрели и говорили о том, что Руди Габер, он не как индивидуальность в защите хорош, он как системообразующее звено для защиты. То есть он, я не знаю, 50% своей игры в защите делает голосом, когда пока подсказывает партнерам, куда подойти, что сделать, где подстраховать и так далее. Это как Дреймонд Грин в правилом ГСВ считался человеком, который просто строит защиту. У него тоже не 6 блокшотов за игру, понятное же дело. Дреймонд Грин просто не способен за счет своего даже роста столько создавать себе моментов для блокшотов. Но есть определенное звено, на которое держится эта защита. И по фолам, я, кстати, фолы, я не согласен, что это плохо. Ну, есть же... Нет, ну подожди, ну смотри. 4-4 фолла в серии плей-оффов. Вот честно, я не знал эту статистику, но в моей голове 2 в среднем фолла центрового за игру, это супер мало, это невероятно мало. Это как будто бы такого не бывает. Ну, почему? Смотри, у Эмбаньяма есть, у Дэвиса есть, у Бэма есть. Да, но Эмбаньяма не играет в плей-офф. Пока что. Пока что. И у него другие вообще данные. То есть он реально может заблокировать мяч, который летит на 3-20. Хорошо, Дэвис тогда с другой стороны. Дэвис, он защищается и на периметре, где намного легче его впимать на ногах. Какой-нибудь быстроногому Эдвардсу. И под кольцом. То же самое с Бэмом происходит. Ты знаешь, Дэвис как будто бы, мне кажется, в регулярке. Вот что в Дэвисе, какая особенность. Он очень хорош в нападении. Дэвис, помимо того, что он защищается, он еще здорово играет в нападении. А Габер, он как бы за счет того, что у него нет особо атакующих скиллов, все скиллы, которые бросаются в глаза, это защитные. И за счет этого Габер выглядит выигрышнее в защите, чем Энтони Дэвис. Потому что Энтони Дэвис где-то подустанет нападение, где-то чуть слабее сыграет в защите. Энтони Дэвис ведь когда защищается? Когда он включается? А Руди Габер, он как будто бы включен, не на максимум, окей, но включен в всю игру. Есть игроки, тут у них сказано, Бен Симмонс был лучшим защищающимся человеком на периметре. Но он и в нападении много давал. И когда речь шла про защиту, он включался в такие нужные моменты, когда это бросалось в глаза, но в основном-то Бен Симмонс это не король перехватов и король блоков. Я не уверен по статистике, это нужно будет посмотреть. Возможно, мы это куда-нибудь перенесем в следующий раз. Но смотри, я здесь опять же удивлен. То есть у Габера, у него последний сезон, у него там в среднем, я не думаю, что даже цифры выходят такие уж разные, как у Энтони Дэвиса. Энтони Дэвис последний сезон очень хорошо провел. И в защите тоже самое. Я не спорю. Я говорю о том, что у Энтони Дэвиса много атакующих моментов, крутых, реально крутых. которые не оттеняют защитные действия. А у Габера ты видишь только защиту. То есть Габер два раза заданчат за матч, все такие, ну окей. А остальное это защитные действия. Хорошо, давай так. Кто для тебя лучший защитник? Энтони Дэвис или Руди Габер? Когда включен на полную, Энтони Дэвис. Вот если ему сказать, вот чисто защищайся сегодня, сегодня плей-офф против, я не знаю, Яниса или Виктора Вамбаньямы. Да. Я бы поставил Дэвиса вместо Габера на этого персонально. Но если мы говорим про Юту Джаз, например, вот ту, которую Габера олицетворял в защите, я бы, конечно, выбрал Габера. Если именно всю защитную линию брать. Потому что, я же говорю, Габер, он не только один в один персональщик хороший, а он хороший, безусловно. Он еще и скажет и Донову Нумитчеллу, еще во времена Юты, куда, под какой заслон, лезть, не лезть, пролезать, не пролезать, или я подстрахую, и не надо там ничего на периметре делать, пускай идет в проход. Либо еще что-то. Ну, то есть в Миннесоте у него такого не было. Ну, прямо скажем, в Миннесоте он потерялся немножко. Но Энтони Дэвис не тот человек, который будет командовать Леброном и еще кем-то в защите. А я, если честно, не думаю, что Рубика Берн настолько, извиняюсь за выражение, умен. Он не умен. Чтобы в защите... Он тактически выучен. Он не умен. У него IQ высокого нет, к сожалению. Хорошо. Тогда как, если нет высокого IQ, он может всех расставлять в защите? Тактическое обучение, как собака Павлова. Есть рефлексы. Он сто раз видел такие моменты. Это как Леброн на знаменитой пресс-конференции, когда он говорил, а вот седьмая комбинация у них такая. Человек уже просто настолько в баскетболе долго и настолько круто на высоком уровне, что он примерно представляет, если человек на периметре там показал, не знаю, комбинацию голова, то этот побежит туда, этот туда. Это тактическая выучка. Для этого не нужно никаких... Это нужна память и отличное понимание игры. А IQ в данном случае, кто, куда, что, зачем, это неравноценно. То есть есть IQ баскетбольное, вот Леброна, когда в нападении оно... Смотри, я тогда возвращаюсь к твоему слову, что это просто вот какая-то там, да, повторение просто, да, вот тысячу раз сыграли, там пик-н-ролл через Габбера. И чуть хитрее начинают делать в плей-офф, отсюда начинается... Да, и он все, и он улетает. То есть если он играет, условно говоря, не дроп, а именно выходит туда, наверх через основу, это все это досвидос. Да, и потому что плей-офф это вообще другой уровень игры и другой уровень напряжения. Когда по накатанной все комбинации идут в регулярке, и когда каждый знает, куда каждый побежит, потому что это просто чуть ли не тренировка большая перед плей-офф, и у всех команд почти там, ну, 10 есть основных комбинаций, которые играются... Там для Голден Стейт это Дреймонд Карри, там, я не знаю, взаимодействие 10 разных, и все их знают. Что это в любом случае как бы длинная дистанция, это регулярка, и вот, наверное, за вот это все... Да-да-да, за стабильность. А у Дэвиса этой стабильности нет. То есть есть включается Дэвис, есть не включается. Хорошо, но тогда мы, получается, на выходе имеем что? Что если действительно в нужный матч, если это плей-офф, Руди Габер, там он просто... Он просто бесполезный кусок 2-20. Дело в том, что награда MVP, шестой игрок и прочее... Я понимаю. Я понимаю. Даются за регулярный сезон. Но ведь это же все-таки олицетворение. Это не олицетворение. Если бы Янис на полную включался в каждом матче регулярки в защите, Янис бы был... Так он и получал. Ну, если бы он каждый сезон включался, он бы каждый сезон был выше Габера. Потому что Янис, это действительно более другой организм. Я просто хочу, чтобы в дальнейшем, если это будет голосование, ну, вот такая история, что все-таки аналитики, они находили какой-то нужный баланс этого всего. Да, условно говоря, Энтони Дэвис не может играть всю регулярку на таком уровне, чтобы пахать сейчас и в нападении, и в защите. Но, с другой стороны, мы понимаем, что, как ты говоришь, если Энтони Дэвис включается, то он совсем не читает ему Руди Габера в защите. И вот как-то, ну, вот, знаешь, переливать эту воду, чтобы так... Ну, потому что все даже вот в итоге походу это все говорили, что нет, Руди Габер не лучше защищающийся этого сезона. Нет, это просто не так. Дайте выбаньями, дайте же, дайте Шагиллурсу Александру, который хорошо играет в защите и перехватывает. Почему-то сейчас низких игроков вообще на эту награду не рассматривают. Может, потому что она называется как вот Хакима ее в честь назвали, поэтому теперь все низкие ее не получат. Ну, короче, ладно. Я просто про то, что и у, опять же, и у Гилперта все согласились, что Габер это, к сожалению... Есть такие игроки, на которых просто хейт липнет. Вот Эмбит, Габер, вот эти люди, ты просто скажешь, у них есть уже эффект Ореола. Эффект Ореола это когда тебе говорят, вот тот человек плохой, а ты его еще не знаешь. Ты к нему подходишь и уже у тебя в голове, что он плохой. Ну, а кто в этом виноват? То же самое. Если баскетбол эволюционирует и раньше, где Габер, просто, когда человек собака, мог... В хорошем смысле, да. Да. Он просто понимал, что вот при такой комбинации я здесь падаю вниз, и, условно говоря, из пяти, возможно, комбинации четыре он падал вниз, то сейчас, когда все умеют бросать с периметра, ему, наоборот, нужно выходить туда, а там он бесполезен. И команды сейчас стали настолько умно использовать эту тактику против него, что он на площадке бесполезен. Даже в Олимпийские игры, посмотри, в Эмбаняма играет в старте, Габер сидит на скамейке. Габер, у которого заслуг, как... Ну, я не знаю, больше там... В Эмбаняма на тот момент ничего не было еще по факту, на самом деле. Крис Пол лучший распасовщик, он круто играет, но там в следующие года два, пока он будет с Антонио, мы же понимаем, он не будет отдавать 17 передач в среднем за игру. Ну, не будет такого. Есть течение времени, есть течение времени, которое не позволяет уже что-то делать. И баскетбол эволюционирует, и Габер не молодеет. Если он нужен, как звено в Миннесоте для защиты, он делает свою работу, он не филонит. То есть, если я могу представить спокойно матч регулярки, где проходит абсолютно какой-нибудь низкий, заурядный, разыгрывающий и забивает через Яниса... Нет, подожди. Вот эта фраза не филонита. Я, конечно, понимаю, что, наверное, с точки зрения отношения к делу, да, он не как бы... Да, это уникальный персонаж, который за счет своего атлетизма и тренировок будет тебе давать свой буст. Ну, я к тому, что, наверное, это Кейра слишком поменялось, что сейчас его минусы, они просто переполняют то, что он, возможно, может давать хорошие фразки. Но он давал, говорит, что он говно-защитник, точно нет. То, что он хуже, чем некоторые... Вопрос не говно, да, когда мы рассматриваем высший тир этих защитников, вот где он там стоит. А что, а кому еще давать? Ну, то есть, смотри, если мы говорим про Шея, про Яниса, про людей, которые наряду с ним могут претендовать на это, это все люди, которые могут претендовать и на MVP. Если мы говорим про Викторову Баньяму, нельзя не давать ему лучшего новичка в этом году. И давать ему и то, и то, тоже как-то за шквар, потому что больше лиц, больше маркетинга. Шею MVP не дали. Но он был в тире. В гонке был, конечно. Понимаешь? То есть, если ты говоришь Шей, ты лучший, но мы тебе даем Most Progressive там, ну нахер ему это нужно. Это как, знаешь, ничего не было, вот держи при зрительских симпатий. Есть игроки, которые выше уровнем. Вот Габер, он не MVP, он не лучший прогрессирующий, он никто, он не шестой. Он вот, вот хорош тем, что он защищается. Ему всегда это и дают. Если он бы был человеком, который еще помимо этого набирает 30, вот там бы хер знает, дали бы ему защищающегося или нет. Ему бы, он бы был в гонке за MVP. Я понимаю. Скорее всего, он бы там остался. Но тогда, получается, эти выражения просто исключаешь тех ребят, которые, возможно, так же хорошо играют в защите, просто потому, что они талантливые, просто они, ну они круче, они лучше, чем Габер, но еще и в нападении и хренача, и в итоге он не получает как бы ни одного, ни другого, а иногда, вот вспомнить Леброна 2012 года, тогда же как раз, ой, кому дали замка, не помню кому, но тогда Леброну совсем чуть не хватило, он еще до сих пор вспоминает, он мог выиграть и MVP, и лучшего защитника, но отдали просто, скорее всего, потому что подумали, ну в случае Леброна это было бы просто, вот подумали, извиняюсь за выражение, вот такие как ты, которые что, Леброну мы даем, нет, Леброн не может взять и то, и то, давайте вот, да, расширять границы, да, 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 ну так и есть, ну как бы Лука Дончич условно сейчас начал не защищаться, Лука Дончичу не дадут лучшего защищающего, потому что он в MVP. Мне на самом деле сейчас очень горит просто из-за того, что я прекрасно понимал, что в МБН не дадут защитника, просто из-за вот этой нарративы, что не можешь ты быть и новичком года, и лучшим защитником, хотя по сути, вот действительно взять Габера и Вембаньяму, ну просто, вот Габер, смотри, Габер, он получал из-за того, что он был высокий, у него большой размах рук, а сейчас пришел тот, кто и выше, да, него, и размах рук у него побольше, ну и что, самое удивительное, и самое в этом, в этой ситуации парадоксальное, что сам Вембаньяма это понимал, что он не возьмет и то и то, Вембаньяма же как сказал, ну типа, вот дайте старику сейчас шестого игрока, защитного, да, защитного, а я новичком типа обойдусь, ну все же, все же так и было, Вембаньяма сам понимал, что на то и то претендовать, ну овер сложно, потому что люди думают точно так же, как я сейчас думаю, они, чем больше номинаций, тем больше игроков, тем больше мы заметим, и вот поэтому, мне кажется, вот в этих голосованиях возможно что-то нужно поменять, абсолютно, так я не спорю, людей, которые защищаются лучше, чем ГБР, не брать систему, вот просто персональщики, которые лучше защищаются, их минимум человек пять, вот если человек включается, даже на периметре кто-то, тот же Бен Симмонс на периметре намного цепче и лучше защитник, чем Руди ГБР в краске, если он включается, опять же, при всей одиозности, тупости, и неоднозначности персонажа Бена Симмонса, с таким ростом, с такой антропометрией, так проходить заслоны, будучи самым большим парнем, не юрким, не каким-нибудь там... Интересно, когда мы Бена Симмонса, конечно, увидим действие, то есть... Слушай, ну я тебе показывал, на прошлом выпуске, мы до выпуска общались, человек атлет, я не знаю, он лет 12 уже не играет в баскетбол, но форма у него потрясающая, я не знаю. И рыбалкой занимается. Ну видимо, что-то тяжелое, может быть щука там на килограмм 7. А в другом эти вылавливают... Мальков? Да нет, нет, эти... Кого? Шары? Что это, блядь? Нет, ну на штангу, как они вешаются? Ну не диски же, блядь. Гири? Такие, понятно, что никто этим спортом не занимается, ни хера не знает. Ну что? А, блины? Блины, да. Тут не надо спортом заниматься, тут надо любить масляницу просто, чтобы вспомнить блины. Да, ладно, все, короче, про Габера поговорили. Габер говно получается? Смотри, моя цель была разговора этого, не то, что Габер говно, а то, что среди топов Габер дно. Но в целом он хороший защитник. Не дно, он не лучший, скажем так. Он не дно, но он не лучший. Он средний. И не лучший защищающий. Он средний защитник. Да, далеко не лучший. Он средний защитник просто для того, что вот таким его приоритетом. Просто у него есть только защитные качества, он всю жизнь в этой голосовалке за защитника, и он просто другим не берет. Да. Что еще интересного про тех ребят, которые защищаются? Вот Джимми Батлер, например, тоже хорошо защищается, и какой-то тут недавно слух всплыл о том, что этот сезон Джимми Батлер доигрывает, в этом сезоне он получает 49 миллионов, в следующий сезон у него опция игрока он получает 52 миллиона. Я говорю, с опцией игрока он отклоняет, и ему вот как бы очень нравится то, что там происходит и варится в Бруклине. Я вот так, знаешь, на это все смотрю, если честно, да, как болельщик Майами, безусловно, и я против этого ничего не имею. Ну, ты давно ничего не имеешь против этого. Мне кажется, мы еще с тобой года два назад говорили, ты говорил, да, Джимми пускай идет уже, освободит платежку. Да, да, единственное что, единственное что, мне очень будет интересно, как вот Микки Аррисон, Пэт Райли, как они провернут эту сделку, чтобы Джимми не ушел просто так. Вот это вот меня больше всего волнует. Обычно. Джимми Батлер топ игрок, он понимает прекрасно, что Майами много ему дало, и он многое дал Майами, и он просто сделает так, что он продлит опцию игрока, контракт будет действующим, и его просто поменяют вот в этом межсезонье, когда он примет продление. Да, потому что я хорошо, безусловно, отношусь к Батлеру, но вот, и меня, безусловно, радуют вот такие игроки с такой мотивацией, что регулярка нам не важна, а вот в плей-офф мы заряжены, и мы проходим дальше. И он показывал, что в плей-офф он действительно может. Не команду. Не Кавай. Да, все-таки два раза выводил в финал. Естественно, больше всего обидно то, что Майами, когда выходили в эти финалы, ты понимал, что там без шансов, к сожалению, что с Денвером, что с Лейкерс, когда они выходили. Да, франшизы против, они были сильнее, но и тут, наверное, была больше проблема, скажем так, в ролевых игроках Майами, которые, они не прогибались, условно, в первом, во втором, там даже в финалах конференции, но вот в финал, когда они выходили против таких же ролевых игроков, которые как они, но лучше, и вот там как раз была вот эта видна разница в классе, и если Джимми хочет, да, действительно, уйти в Бруклин, я, как ты правильно сказал, я против этого ничего не имею, если он для себя хочет открыть какую-то новую главу, и я прекрасно понимаю руководство ХИТ, потому что, ну, учитывая, что 60 миллионов, там, да, точнее, 50, да, последний год, дальше цифры будут еще больше, Джимми уже как бы стареет, и я не против, чтобы он просто срубил бабы где-то, вот чтобы ему там отдали, пусть развивает Бруклин, там, с молодой, вот этой, молодой порослей, которая там будет продвигать свой менталитет, все-таки Майами это как раз, в Майами этот менталитет, он идет от Спаэстера, от Патриарайи, там это не... Там в развивалке игрок не особо... Да, он просто очень хорошо вписывался в то, что они сделали, и мне кажется, для Майами будет следующий шаг найти вот кого-то похожего, такого по стилю, как Джимми Батлер, вот, введение себя в развивалке и на паркете, другое дело, что таких игроков, конечно, единицы в лиге, вот, что они будут дальше делать, непонятно, хотя видел там что-то, Данкан Робинсон, какие-то лояпчики забивает, через двух бегает, за Робинсона тоже, если честно, немного обидно, вроде как парень только-только, вот, вышел на новый уровень и сразу, сразу же потерялся. А как ты смотришь на то, что Майами не будет искать еще кого-то, а сделают акцент на Тайлере Хироу, на Бэме, и просто к ним добавят людей, а действующими главными лицами оставят, допустим, Тайлера? Я не думаю, что Тайлер вот на эту роль подходит, к сожалению. Ты не думаешь, потому что ты видел Тайлера, который выходил со скамейки, который был молодой, зеленый, сейчас он все-таки матерей, он уже такой матерый парень, который поиграл в НБА, и есть Бэм, который сам по цифрам ты говоришь, что иногда лучше Габера, а в нападении так вообще не о чем говорить. Вот, кстати, Бэм, мне кажется, вот по твоей вот этой терминологии, что видит, там защитилия оставляет, вот мне кажется... Сто процентов, сто процентов. И меня еще удивляет тот факт, что они все равно к старикам какая-то тяга есть. Вот зачем Кай Лаури? Ну вот правда, зачем Кай Лаури за такие деньги? Не, ну его там уже как бы нет. Ну, сам факт. Патим Милл зато был. Ну, такие же истории. Ну, для чего? Я не очень понимаю, потому что действительно весь авторитет, весь настрой, весь мотивейшн идет от спаэстро и от штаба. Я не думаю, что вот Кай Лаури и Джимми Батлер, когда там одному за 30, второму за 30, они сильно нужны. Они, знаешь, подбирают вот эти нужные кусочки этого пазла, потому что взять даже чемпионские меми вместе с Леброном были Шейн Батье, например, да, вспомнить? Что такое Шейн? Ну, хотя да, вот Кевин Лав, когда выходит, например, дает же, иногда дает то, что от него требуется. Ну, имея столько денег, конечно. Вот! Вот это узловой момент. Вот это мне не очень нравится, что за такие именно деньги это надо получать. Но справедливости ради они дают то, что надо. Вот! Ну, я здесь, опять же, я не возлагаю на Тайлера, знаешь, много надежд. Вот, скорее всего, в этом плане. Я буду, безусловно, радостно будет набирать там по 25-28. Другое дело, вот видишь, я именно его вот... Лидером не видишь. Его антропометрии... Нет, лидером я вообще вижу, вот, например, цена для меня, но Бэма действительно, вот такого человека, знаешь, как капитан. Нет, вот у меня в башке лидер это тот, кто еще может взять на себя бросок на последних секундах. И это Батлин, Бэм не может взять на себя ничего. Ну, Бэма такой бросок коряр. Вот, поэтому я скорее про скорингового лидера. От того, от кого зависит, сколько твоя команда наберет очков. Я вот смотрю так на персоналию Тайлера, и мне кажется, он такой действительно чувак вот для Майами, конечно, безусловно подходящий. И ему кроме скоринга, знаешь, как будто вот это на плечи не надо. Ему скажут, занимайся вот своим делом, ну, нужно от тебя там 30 очков в матче, вот делай это. Я просто говорю, что я вижу, да, что у него есть вот эта резкость, но она не на топ уровне. Есть шутинг, но он тоже не на топ уровне. Вот он знаешь, Какая сейчас зарплата у Тайлера Киру? Ой, он там переподписан, ну, там в районе 30-ки, если я не ошибаюсь. Меня знаешь, что пугает? Что есть Тайлер Киру, есть Бэм, который тоже будет получать еще больше и больше с каждым сезоном. И то, что уйдет Джимми Батлер, как бы не особо даст простор, потому что есть внутри команды уже игроки, которые будут требовать максималки. Которые сжирать будут платежи. И которые сжирать будут так, что как 2-3 года назад казалось, что сейчас уйдет Джимми Батлер и можно подписать еще хоть трех суперзвезд. А сейчас ты понимаешь, что ни хрена ты не можешь подписать, потому что у тебя внутри коллектива есть люди, которые как раз на эти звездные контракты претендуют. И взять со стороны кого-то довольно-таки сложно, а за Джимми Батлера могут и не дать чего-то. Ну вот я говорю, я и надеюсь, что все-таки что-то умное сделают хит, потому что они, слава богу, глупости в последнее время сильной глупости не делали. Хотя, опять же, подписание Лаури было довольно-таки спорное. Ну и как бы не забываем, что все-таки Майами так уж исторически сложилось все-таки вам не Шарлот и не Детройт. Все-таки город очень предъявленный. Ладно, первый квиз для тебя и тему его ты выбрал. Почему так неожиданно все время? Вот. Я сегодня, знаете, мы с Этоном до выпуска сидели, обсуждали, я говорю, Антон, сегодня уникальный у тебя шанс, просто выбирай баскетболист. Да, про кого квиз? Я говорю Тресси Магрэдди. Он такой, хорошо. Тресси Магрэдди, да. Я, конечно, понимаю, что Антон там уже всю Википедию прочитал. Я, кстати, вообще не заходил и не знаю. Может быть, мы сможем тебя удивить. Давай. Ну, самого простого. Под каким номером Тресси Магрэдди был выбран на драфте? Третий, девятый, 33-й или 42-й? Девятый. Все правильно, девятый. Третьим был выбран Чон Сибириус, нет, 42-м, скажу, выбран Сиви Джексон, а в 33-м, помнишь, мы говорили про Дарка Миличича? Да. А был выбран Марко Миличича. Это его сестра. Вот так вот. Теперь немного посложнее. Все мы знаем, что Магрэдди играл в Торонто, в Орландо, в Хьюстоне, а дальше его команды, не включая Куиндау Иглс, те самые, где он поиграл один сезон всего лишь, но которые сразу же вывели его номер из обращения. Ну, еще бы. Дальше. Четыре команды. Тебе нужно расставить их в правильном порядке, как Трейси играл после Хьюстона. Ага, давай. Нью-Йорк, Детройт, Атланта, Сан-Антонио. Нью-Йорк, Детройт, Атланта, Сан-Антонио. Ну, пальцем в небо, честно, не помню. Он, наверное, по годику по два, да, там играл, не больше. Давай я скажу так. Нью-Йорк, Детройт, Атланта, Сан-Антонио. Детройт, Атланта, Сан-Антонио, Нью-Йорк. Детройт, Атланта, Сан-Антонио, Нью-Йорк. Нет, правильный ответ был такой, как я тебя и назвал. Я вот хотел сказать. Вот черт подери, я хотел сказать. Я уверен был, что ты с подвохом, потом думаю, а может быть и нет. Вот, вот. Ладно, что ли. Да, что из этих четырех, скажем так, вех в его карьере, неправда. Most Improved Player 2001 года. Два раза выбирался в защитные пятерки. Семь раз выбирался на матчи звезд. И два раза становился лидером по набору очков в регулярном сезоне. Лидером по набору очков точно становился. Вопрос два или нет. Нет, здесь в цифрах нет подоплеки. Семь раз в сборную звезд. Верю, вполне. Что еще? Most Improved Player 2001. И два раза выбирался в защитные пятерки. Ага, так. Самый прогрессирующий мог бы быть и два раза в защитные пятерки. Слушай, ну вот либо Most Improved, либо защитные пятерки. Сколько будет? 50 на 50. Да, в остальное точно верю. Но давай я скажу, что он не был самым прогрессирующим. Нет, он был самым прогрессирующим. Он не попадал в пятерки. Да, не попадал. Потому что, знаешь, я хотел немного натолкнуть, то есть, какие были вторые номера в то время. Там же одного Коби Брайнта хватит, чтобы все это вот влететь. Ну, это очень простой вопрос, конечно, но да ладно. Тот самый момент, когда он за 33 или 35 секунд... Сан-Антонио похоронил. Да, похоронил Сан-Антонио. А сколько очков он тогда набрал? У-у-у, сейчас скажу. 17, по-моему. Или 21. Нет. В смысле? А, в этом матче... За последний отрезок. За вот эти 33 секунды. Слушай, я уверен был, что знал. Что 17, я уверен был. Ну ладно, 14. Нет. Подожди. Ну, там еще такие интересные цифры, там, да, как раз от Бейки, когда публиковал, это было десятилетие, потом двадцатилетие. Я почему-то уверен был, что 17 за... Нет, 13 за 33. 13? 13 за 33. Я подумал, ты 20, думаю, нифига, ну, потом уже за весь матч, наверное. Ладно, возвращаемся немного назад. Охренеть, стыдно. Я реально думал, что 17, всю жизнь думал, что 17... Ну, это как, возможно, я точно не знаю, но ведь это, знаешь, версия, что я тебе его уточнил, за 33 секунды, за последние. А, типа, может быть, он концовки еще. Возможно, за последнюю минуту он набрал 17. Но это мы проверим. Да, это, нет, скорее всего, я путаю, потому что меньше минуты, 100%. Да, дальше, возвращаемся обратно. Здесь без вариантов ответа. Сколько сезонов Тресси провел в Торонто до того, как он захотел себе свою команду и, скажем так, отклонился от Винса? Шесть. Три. Не знаю вообще. Быстренько ушел. Без понятия. И наш любимый с тобой вопрос, который связан вот этот, где на баскетбол референс есть, и там от статхеда есть вот этот вопрос. Итак, метрика. Offensive plus minus. То есть, то, как хорошо команда играет вместе с этим игроком на паркете в нападении. У Тресси Магрэди на данный момент с сезона 73-74, ну, короче, даже с 2000-х, я так скажу, с 2000-х, второй лучший результат этот сезон. Плюс 9,8. То есть, когда он на площадке, набирает команда на 9,8 больше очков, сколько на стола денег. Вопрос простой. Кто первый? С 2000-х годов? Да. Кто в нападении дает буст больше всего? Прям вот поставишь его на площадку и все. Это точно не Леброн Джеймис? Леброн третий. Причем года 08-09. Может быть Коби? Нет, Коби нет. На четвертом месте Харден 18-19 года. То есть, вот настолько, понимаешь, человек вот он. Блин, может быть, это прям династия какая-то. Просто за счет того, что... Прям вот единодушно, единогласно, просто вот в нападении человек, который вот с талантом бешеным просто. Стэв Карри. Все правильно, Стэв Карри. И, скорее всего, это сезон 73-9 когда было, скорее всего. Когда он единогласным MVP стал. Ну, скорее всего, потому что это за счет количества матчей, за счет плюсов. Да, ну вот так вот. Круто, круто. Костя, я обосрался, но это круто. Это круто. Я обосрался с 12 очками. Да, наверное, ты себя больше всего коришь за очки, потому что... Да, да. Ну и в Торонто 6 сезонов, конечно, я погорячился. Конечно, он меньше был. Перед тем, как на большую тему перейти, значит, быстренько наша пятерочка, наша любимая. Значит, Брайан Виндхарт сомневается, что в последнее время немного тоже шурша слухи об обмене Трио Янга. Сомневается насчет его ценности. Вот. И прежде всего говорит о том, что сейчас, ведь как у карьера была у Трио Янга, новичок подписывает контракт на 4 года. Дальше ему дается контракт новичкам максимально, да. То есть сейчас он получает около 40 миллионов. Сезон 26-27, это будет последний год по контракту, где он получит 49 миллионов. А потом, то есть со слов у Виндхарста, очень, кстати, интересная интерпретация. То есть сначала он сейчас играет на фан-макс за платье, а потом будет стресс-макс. И я согласен, что там будет стрессово не только для Трио Янга, не стрессово, понятное дело. У него очень хорошо. Даже если его потом никуда не подпишут и скажут, иди из баскетбола, у него все хорошо по жизни. А тут, понимаешь, ему будет 26 лет, и ему, естественно, захочется подписать контракт на бешеные деньги, на 70 миллионов. У меня просто другой вопрос. Трио Янг настолько, ну, нет, конечно. Это все равно кто-то даст. Да нет, все равно кто-то даст за счет имиджа, за счет того, что человек приходил, по-моему, первым номером. Вторым или, если, ну, ну, помнишь меня. Да, 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 ну, в любом случае. Ну, то есть чудак, лидеры Атланты, да нет, да, конечно, дадут. Но другой вопрос, что он столько не стоит, конечно, не стоит. Мне кажется, будет суперинтересно посмотреть, даст ли ему это Атланта эти деньги. Я в Джон Уолл переходил, ему платили 50 с лишним. Ну, то по старому контракту. Ну, я понимаю, но он переходил, его же кто-то брал. Для чего? Слушай, ну, Джон Уолл не был так хорош. Ой. В Эсбурга брали до последнего времени. Есть куча игроков, которые получают слишком до хрена, и Трэй Янг уж не из тех, кто совсем ничего не делает. Не, ну, просто выписываю контракт Трэй Янга в 26 лет, и ты понимаешь, что это твой краеугольный камень, на котором ты будешь строить. Вопрос, что ты на этом построишь. Нормально построишь. Да? Ты все хотел в команду Трэй Янга? Ну, это будет вторая Атланта. Ну, это будет, типа, команда, которая иногда заходит в плей-офф, и все. Ну, это как Брэдли Билл. Вот, типа, у себя в Вашингтоне он был топ. Пришел Феникс, ну, жоп. Кстати, Брэдли Билл один из двух игроков всего лишь в ассоциации с No Trey Clos, поэтому Брэдли Билл что-то знает. Ну, вот, он абсолютно, он абсолютно, ты же помнишь, что Феникс, когда подписал Дюранта, Букера, Билла, они были первые в ранге у букмекеров, они были первыми на чемпионство. Первыми. А представляешь, какой был коэффициент на проигрыш в Миннесоте 4-0 в первом раунде? Ну, да, это ужас. Ну, то же самое, вот. Вот, и у Янга будет такая же история, возможно, даже ему с кем-то удосужится, он будет играть с кем-то, и все равно. Дальше, про тех, кто, наоборот, в безопасности, опять же, тут же пишет Брэд Михорст, Брук Лопес себя очень хорошо ощущает в Миллоке, и Брук Лопес там останется, по его же собственным словам, когда тоже немного слухи поднялись, он пошел прямо к руководству, спросил, что почем? Ему сказали, что все хорошо, ты будешь у нас сыграть. И я, если честно, считаю, что Брук Лопес очень хорошо вписывается в систему Миллоке. Он свезл с неба не хватает, стоит в углу, шумоляет свои трюльники. Ну, уж прям только трюльники. Нет, я хочу сказать, что последний сезон, то есть 30 минут в среднем, 13 плюс 5 плюс 2. Опять же, для его роли это идеальные цифры, ну и, кстати, последние два сезона 2,5 и 2,4 блока в среднем. Это меня немного удивило. Еще, что интересный факт был в статистике, Брук Лопес, когда пришел в МАА, он ведь не бросал трехочковые. И знаешь, в графе, если посмотреть, вот у него там 0-0, 0-1, там вот что-то такое, первые 8 лет вообще ничего. Вообще ничего. Потом, представляешь, мы говорили, сколько времени нужно Янезу, чтобы научиться бросать? Ответ вот Брук Лопес. Сколько? Первые 8 лет он не бросал вообще. Девятый сезон он в среднем бросает 5,2 за матч. Прикольно. Так еще и с процентом 35. Прикольно. Тем более для центрового. Не, молодец, молодец. Да. Кстати, вот часто у них рокировочка выходит в Милойке с Бобби Портисом. Бобби Портис чуть пониже, но он выходит часто 4-5 номера, иногда вместо Брука Лопеса. И прям очень интересно, что команда играет с двумя разными тогда, получается, вариациями в игре. Потому что Брук Лопес, он может и то, и то. А Портис, это чисто вот такой пес, вот как ты говорил, он такой подбирающий. Ну да. Может что-то забить. И в основном со средней дистанции Портис, мне кажется, даже чуть реже, хотя и пониже. Вообще, за Милойке интересно очень посмотреть, потому что вот этот обмен Дэвина Дивиларда, мы пока еще не увидели его действия. Не вкусили в полной мере. Не вкусили абсолютно. Где, что, как, мы можем. Абсолютно. Главное, чтобы без травм. Главное, чтобы без травм. Если опять у них будут травмы, это капец. И оставайся же на Востоке. Как-то очень тихо, мирно, где-то под водой протекла новость о том, что Бостон подписал Луни Уокера четвертого. Неудивительно, что она под водой прошла. Вот послушай. Что, это претендент на MVP? Нет, нет, это не претендент на MVP. Какой Луни Уокер? Нет, я про то, что Бостон снова добавляет очень себе хорошего ролевика в команду на один год без каких-либо авансов. Слежим так, ты с нами играешь один год. Не забываем, что Луни Уокер начинал свою карьеру как настоящий рейнджер в Сан-Антонио. Он играл вместе с Дериком Уайтом. Они как бы партнеры. Для меня это такое подписание, как 05-07 Дерика Уайта. Это тоже очень хороший парень в защите. Он суператлетичный. Он последний сезон играл тоже в среднем 17 минут. Он 4,7 в среднем выбрасывает из-за дуги с процентом 39. Он хороший снайпер. Он в среднем набирает 10. До этого играл в Лос-Анджелес Лейкер вместе с Леброном. Там у него как раз карьера хай была в среднем 12 очков. Но я что хочу сказать. Парень, когда первый раз пришел в Сан-Антонио, он набирал 3, потом 6, потом 11. И вот потом 12 очков. Прогресс. Это такой же, да. Это прогресс. Это трудяга. И то, что они его выцепили. Я тебе отвечаю. Брэд Стивенс делает аху. Просто работал. Он очень точечно все делает. Очень точечно. И он опять берет не какого-то, знаешь, там полуродства. Извини, Азиаи Томас. Он берет действительно высокого атлетичного чувака с хорошими навыками. И просто, который вот ты понимаешь, что тебе сейчас нужно дать Дереку Уайту передохнуть. Или Джу Хоэду дать передохнуть. Бах. Поменял. Ты ничего не потерял о защите. И ты ничего не потерял. Идеальная политика. И, ну, тут видишь, тут еще с двух сторон как бы медаль надо осмотреть. Потому что в Бостон еще и хотят все. Да. То есть я уверен, что Луни Уокер не последний туз на этом рынке. Другое дело, почему другие не хотят Луни Уокера? Так нет, я уверен. Я к чему и говорю. Я уверен, что у Луни Уокера не одно предложение сидело в голове Бостона. Ты думаешь, он типа Бостогетов такой говорит, если мне Бостон напишет, то... Конечно, сто процентов. Ну, типа, я уверен, что многие клубы хотят вот такого именно точечного усиления, которое даст основному второму номеру или первому номеру передохнуть. Ну, понятно, что в Бостон больше ты хочешь, чем команда и действующий чемпион. Так, ну что, немного такие негативные новости под конец. Во-первых, как твое мнение насчет нового сериала Netflix, который будет Starting Five вместе. Да, вместе с Баттлером, Эдвардсом, Леброном, Сабонисом и Тейтумом. Я слышал мнение Игоря Знамецка, который говорит о том, что Сабонис вообще самая переоцененная звезда. Сто процентов. И что он делает в этом списке непонятно. И я тоже, если честно, думаю, какой Сабонис. У меня даже под вопросом, что самое странное, Джимми Баттлер. Потому что, если это сезон про регулярку, регулярка была такая себе, мягко говоря, в Майами. Я не знаю, может быть, на Литву работает, на Netflix. То есть из этих всех ребят, смотри, я понимаю, да, круто посмотреть на Эдвардса, круто посмотреть на Леброна, что там происходило. Да кто согласился, кому клуб дал добро, кто согласился, кому нужен пиар, кто что, спросили, кому разрешили, кого разрешили снимать, туда Netflix и попер. Ну, ты думаешь, они не хотели бы снять, типа, Леброн, Карри, Харден, Дюрант. Понятно, что они хотели изначально вот такой состав. Вряд ли они на Сабониса нацелились. Нет, ну я понимаю, что там можно было Йокича, Эмбида туда засунуть. Но, понимаешь, тогда, ну, может, Starting 4 или там Triple Thread. Поверь мне, даже если бы делали Starting 10, вряд ли там был бы Сабонис в их списке. Ну, короче, мне интересно посмотреть, про что там вообще будет. Абсолютно неинтересно, полная херня, я уверен, что это сделано для того... Не, ну подожди, ну если там 40 минут посмотреть раз в неделю, пожалуйста. Не-не-не, это полная херня. Вообще не стоит, да, включать? Даже не стоит включать, потому что Netflix просек фишку, что смотрят, что не смотрят, что саги про спорт, они залетают из-за того, что спорт в основном, если это там медиафутбол наш, да, какой-то, то он в основном закрытая история, и в раздевалку заходят немногие. И когда тебе показывают, как люди готовятся, чухавают и прочее, прочее, я просто, я не знаю суть фильма, но, скорее всего, там будут в основном истории про вне площадки. Наверное. Как Леброн пьет вино, кушает устриц. Да, у него спрашивают, а это можно? Он говорит, ну, я в сезоне стану. Сабонис, нет, Сабонис в это время борщи. Сабонис, да, с отцом там на рыбалке. Ну, это же, это же про, про, про то, что тебе показывают в закрытую сторону, что за кулисами. Ну, то есть, если они снимут Netflix про какого-нибудь актера великого, театрального, если они снимут про, не знаю, давай скажем, про космонавта, про еще кого-то, ту жизнь, которую мы не видим за кулисами, это все равно будет иметь успех. Это полная херня, которая будет основываться, как обычные люди живут обычной жизнью, их просто снимает камера. О, офигеть, Леброн съел Рокфорс, может быть, в нем секрет? Слушай, такой Last Dance на минималочку. Да, 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 потому что залетел Last Dance. Если бы Last Dance не залетел, это вот сейчас, я Косте рассказывал, сейчас сняли фильм про Юргена Клопа, последний сезон его в Ливерпуле, к сожалению, Юрген Клоп ушел из футбольного Ливерпуля, и сделали охренительный сериал про это. Да, да, да. За кулиси, тоже последний сезон, офигеть, как круто. Starting Five, Last Season of Club, и вот это вот все, нас ожидает, это будет однотипная херня, где просто показывают жизнь обычного человека, который так случилось, что он либо главный тренер, либо крутой игрок баскетбольного клуба. Но, в частности, это просто обычная жизнь человека, которая наполнена где-то мотивацией, где-то каким-то действительно, может быть, какой-то даже дисциплиной излишней для обычного человека. И это всем в новинку, все это смотрят. Ну, наверное, кому-то это интересно. Просто из всего этого списка, Тейтум, как раз тот, который выиграл чемпионство, и то, что происходило после, да? Это единственное, что интересно, но это надо про это другой фильм снимать. Бостон 24, и там вот как они праздновали, как летели, как умирали после алкоголя, вот это интересно. Ни в коем случае не рекомендуем это делать, но это интересно посмотреть, потому что не каждый сезон ты видишь изнутри чемпионство. Да, ну и под конец самое интересное, я тебе прислал новость, Патрик Берр дебютировал за ХП «Эль Тель-Авив». Блестяще. Три очка, 12 бросков с игры. 0 и 4 из-за других, ну и, естественно, 4 потери. И я, безусловно, рад. Да, ты такой человек, я знаю, ты радуешься чужими удачам. И не только я, и весь твиттер, запрещенная социальная сеть. Я просто жду, чтобы где-то он вышел снова про подкастик, знаешь, какой-нибудь сделал, рассказал, может, ощущение, может, у него там стволы наставили. Я думаю, он скажет, что в этом матче, зато вы посмотрите, вы не смотрите на эти. Посмотрите на защиту. Я цепной пес, через меня забили всего 50. Да, Патрик Беверли говорил, что вот как раз его же цитата, что будет много Леброна, будет много Стефов, будет там вот все. Но Руди Габерри, Патрик Беверли, вот мы стоим особняком. Очень странно, что именно про эти два особняка, вот эти два коттеджа, не всегда такое положительное мнение. Оно всегда какое-то двоятое. Вот, кстати, возвращаясь к Руди Габеру, Руди Габера, это из тех людей, которые, поверь мне, не в НБА будут доигрывать. Вот, поверь мне, этот человек улетит куда-нибудь в Тайвань, например, или в Китай, и будет там, ого, какой огромный мужик у нас теперь есть, да еще его зовут Руди Габер. То есть он не выдержит на таком уровне, а он действительно падает этот уровень, и под новый баскетбол он не подходит. Ну, а в Китае мухобоки раздавать. А в Китае только за здрасте, там человек метр пятьдесят бросает, и на него вылетаешь, это же великолепно. Вот, но я, конечно, принижаю чемпионат Китая, там вот Леха Швет поехал, и как бы там не супер легко, но в любом случае вот такие игроки доигрывают. Это один из моментов тоже, который Ховард упомянул, вот в сравнении защиты баскетбола тогда и сейчас, то есть он говорит, да, мы раньше выпрыгивали и старались, чтобы это все в аут вылетало, эти блокшоты, да, где баскетбол-то, сейчас все-таки баскетбол настолько продвинулся вперед, что сейчас тебе хочется... Сохранить еще мяч. Да, еще, чтобы владение осталось у тебя, и для этого ролика, как раз, твоим бонямам подходит супер великолепно. Сто процент. Так, ладно, у нас на обложке там еще осталось Пол Джордж, я хочу сейчас про Пол Джорджа, и потом уже в конце про двух самых интересных личностей. Я почему захотел говорить про Пол Джорджа, потому что тоже один человек, который снимает наши любимые подкасты, и я тоже так на спорте открываю, значит, список новостей, там хорошая статья про Пола Джорджа от твоего тезки, от Антона Шатрова, вот. Я думал, ты англоязычный только читаешь. Нет, 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 почему, мы же про Кириленко с тобой обсуждали. Согласен. Вот, там такое тоже играет, и здесь там просто очень длинные цитаты, я бы хотел их записать, но все-таки решил их прочитать так. Мне интересна сама фигура Пола Джорджа, да, вот такой, и я заранее извиняюсь про человека, у которого шторка с ним. О, прости, пожалуйста, да. Да, но все-таки вот, когда такие материалы пишут, это интересно обсуждать. Вот, сейчас же он, естественно, игрок в Филадельфии, и вот в своем подкасте он говорит, поначалу возвращаясь в Лос-Анджелес, я думал, что это был мой дом, но когда я оказался там, я понял, что это не та любовь, потому что когда я был в Лос-Анджелесе, люди вокруг меня говорили, чувак, тебе надо было играть за Лейкерс, это все, что я слышал. И дальше, это не было, добро пожаловать в Клиперс, все как один твердили одно и то же, мы рады видеть тебя в Лос-Анджелесе, но ты должен был стать игроком Лейкерс, я был в команде Б, вот как ощущались настроения, атмосфера и любовь вокруг меня, поэтому сейчас в Филадельфии мне приятно слышать, мы ценим, что ты с нами, мы любим тебя, тебе здесь понравятся. И вот, когда он уйдет из Филадельфии, он скажет, в Филадельфии меня не встретили, все было плохо, мне говорили, что я должен был играть в Golden State, в Филадельфии говно, мне нравятся игроки, которые молчат, в Клиперс ты был, получал деньги там колоссальные, скажи, что тебе не нравится тут, ты в команде Б, команда говно, зачем ты говорил, что я, Кавай, Весбург, мы тут собрались выигрывать, иди перед зеркалом хоть порепетируйся, зачем ты тогда херню эту несешь, скажи, мне тут плохо, я должен был играть в Лейкерс, сейчас он в Филадельфии говорит, тут меня приняли, потом он скажет, эмбит же на самом деле, вы все видели, что он липовый, мвп, эмбит кусок говна, и меня туда к нему пришли спасать, я пришел, а потом не получилось, и на меня всех собак скинули, таких людей я больше всего, вот, просто, ну, заткнись тогда, вообще не говори ни о чем. Там просто настолько интересная история, и я к тому это что, и у нас тоже есть хорошие ребята, которые пишут, помимо этого, тоже очень много, как бы, статей, которые хотелось бы прочитать, но все, всего это нынешнее время, короче, я про то, что, там ведь даже упоминается на ESPN, когда он приходил в Лос-Анджелес Клиперс, такие три короткометражки вышли про него, то есть, опять же, там им спродюсировано, и то, как он переходил туда из Оклахомы, и опять же, через всю призму вот этих мини-фильмов, ты видишь, как они не основываются на том, что я хотел Клиперс, и я действительно попал в команду, где вот мы, такой андердог для Лейкерса, и я вот здесь что-то строю свое, а прослеживается вот этот, вот это нытье о том, что, ну, вот, я должен был быть в Лейкерсе. Лейкерс. Всю жизнь этот шлейф. Ну, вот, вот, вот здесь я. По мне, вот такие игроки, как Пол Джордж, Трей Янг, вот они должны быть, вот, Пол Джордж, это вся карьера в Индиане, Трей Янг, это вся карьера в Атланте, вот не стоит тебе никуда идти, потому что ты потом только будешь ныть. Трей Янг, ты скажешь, я был лидером в Атланте, тут меня подсунули, я тут не могу найти себя, я второй номер, пошел в жопу. Потом будет Пол Джордж ныть, что, я говорю, Эмбид на самом деле оказался ленивым мешком, а я должен был вытаскивать команду. Теперь Клиперс для него команда Б, Лос-Анджелес Клиперс, вас там трое, вы топ игроки, иди выиграй. Причем даже в статье, знаешь, рассматривался тот факт, он же обиду почему заточил, денег дали меньше, не как Кавайу. А не его ли это были слова, что он когда приходил, говорил, что я готов быть опцией Б, я готов принять вторую скрипку. Но когда дело доходит до денег, ну уж все-таки, если вы вот Кавайа выписали, давайте мне... По игре, вторая скрипка, а пожалуйста, первый мне. А если хорошо, вы дадите мне столько же, сколько хотите, ну давайте мне, ну, трейд-класс, чтобы если что, я остался в Лос-Анджелесе. Не-не-не, вот такие игроки должны быть всю жизнь. И понимаешь, что самое интересное, ведь это все происходит в момент, когда они действительно все заехали вот в медиа, и что, как дальше он будет идти там, сколько, три года или четыре в Филадельфии, даже если ему что-то не нравится, он же все равно будет хвалить Эмбида, хвалить всю эту организацию. Так уже любой игрок в Филадельфии вот это прочтет, он будет думать, бля, он же и сюда перешел. А что дальше, да? Да, он же и сюда перешел не просто так. Скорее всего, что-то будет не так. Скорее всего, и нас он потом обольет говном после этого контракта. Каждый же это понимает. Если не игроки, то уж руководство Филадельфии точно понимает. А там же в Филадельфии еще кто-то, что там, NFL-команда или бейсбольная? Как она, Eagles или что-то такое? Есть, есть. Ну и вот теперь он скажет, что там вообще это после ухода Аверсона, это не баскетбольный город, это все, это уже было. Да нет, это ужасно. Как это называется, где мешки бросают в дыру? Ой, я не помню. Ну, я понял про что. Ну, короче, такие высказывания, они говорят о том, что ты только человек говно, а не о том, что команды были говно у тебя. Потому что после ухода из каждой команды уже есть подозрение, что ты будешь так говорить. Так говорить можно, когда ты завершил карьеру, возможно, уже завершил даже тренерскую карьеру, и в своих мемуарах написать, вот там было вот так. И это уже даже смотрится благородно, что человек не хочет нести в себе вот эти обиды до 80 лет и лечь с ними в гроб, а хочет поделиться с народом, как все было на самом деле. И это еще и купят, и это еще тебе и принесет бабок на старости лет, и это еще где-то даже тебя пожалеют. Потому что с течением времени людям уже не такое отношение. На старого не попрешь. Да, на старого не попрешь. И все будут думать, блин, такой талантливый был человек, такой талантливый баскетболист, и, к сожалению, вот там не сложилось, вот тут не сложилось, как жаль. А сейчас ты просто выглядишь, как кусок дерьма, и все, больше ничего. Но у него люди на подкасте, которые действительно вот так все говорят, да, да. Ну а только-только-только ты. Если ты пришел на подкаст, я бы тоже кивал. И возвращаюсь к последней теме. Вот, я говорил, что они всегда собирались, то, что Аренас говорит у себя в подкасте, очень часто он говорит вот эти вещи, что если вы не играли, как вы можете об этом рассуждать, вот этот знаменитый тейк, знаешь, о баскетболе должны говорить только баскетболисты. То есть те, кто играл на уровне МИП, ага. Только баскетболисты, но я тогда себя провел параллель, почему-то вот в 90-х Джордан не выходил и не говорил, что, а что вы про меня написали, вы же не были со мной на площадке. Или там что-то, Баркли, Юин, короче, ну вот все эти ребята. Поэтому мне вот это прям от этого горит, но я не хочу туда лезть, я хочу посмотреть, как... Если бы не те люди, которые пишут, рассказывают и говорят о баскетболе, не имея даже баскетбольной практики на уровне профессиональных игроков, если бы не они, то и профессионального баскетбола бы не было, если уж на то пошло. Вот не знаю, но что баскетбола... Если нет ажиотажа, если нет освещения, кому вы нужны в таком случае, если это не показывают по телевизору, не комментируют это, не баскетболист по телевизору вам. Там, комментатор же, не все уровень MVP когда-то играли. Да, и далеко не все обладали хорошей речью. Более того, некоторые вообще не играли. Да. Вот. Так вот, но мы как бы... Ну, мы здесь про хорошее, поэтому... Где-то я там уже слышал. Смотри, очень интересное было высказывание и сравнение, скажем так, персонали Леброна и Майкла, когда они играли в лиге. Вот смотри, всегда сейчас, когда сравнивают Леброна и Майкла, все сразу же, там, кольца, титулы, титулы, скоринг чемп. Майкл был лучшим защищающимся, Леброна не было. То есть вот эти куча наград, да. Но всегда первый, конечно же, это перстни. Сколько кто раз выигрывал. Интересная штука. И там как раз приводит ее парень, который действительно считает Леброна величайшим игроком всех времен. Когда Майкл закончил первый раз свою профессиональную баскетбольную карьеру, ему поставили статую перед входом в Чикаго-центр. И там прям была надпись «Величайший игрок, который когда-либо играл в баскетбол». И это было признано действительно всеми, да. Потому что сколько мы смотрели «Лотс Дэнс», потому что все комментаторы, писатели, не знаю, там, райтеры, копирайтеры, все говорили, что Джордан был лучший вообще сейчас. В то время, так сказать, если бы сравнивали, как сейчас, активно награды, Карим, у которого шесть титулов, шесть MVP, который по очкам был, ого-го, где? Он бы так на это все смотрел и думал, ну вы что, дураки? Как и Билл Рассел. Билл Рассел, там, Уилт. Да, да, да. Ну там нет, условно говоря. Билл Рассел, так и Х2 вообще. То есть смотри, получается какая история. В случае с Джорданом, почему-то все общество сразу же такие, хорошо, мы убираем все, что сделал Карим, вот. Идол. Вот наш новый идол. Да, да. Что происходит в случае с Леброном? Там гайки видели? То есть как бы не был хорош Леброн, в любом случае, сравнивая его с Майклом, все сразу же начинают давить на вот эти перстни всю эту историю. Я хочу этот диалог, вообще это обсуждение растянуть на несколько выпусков, потому что говорить в разрезе этой темы всегда очень тяжело, и можно наговорить такого, что ты как минимум потеряешь сразу человек 50 просто, которые там любители Леброна. Поэтому мы заранее извиняемся, если что-то пойдет не так. Я хочу обсудить первые 5 лет. И сегодня обсудить первые 5 регулярных чемпионатов. Куда? Ты действительно хочешь это сейчас обсудить? А сколько времени? Еще может час. Нормально, нормально. Еще 20 минут, нормально. Потерпи, потерпи. Обсуждай, я послушаю. Нет, у меня для тебя более другая интересная штука. Потому что я потрудился. Вот смотри. Чтобы вы понимали, ну просто, насколько надо, блядь, сгол... Подожди, нет, ну ты же не хочешь, чтобы это пропало? Теперь я... Вот такая история. Конечно же. То есть я не думаю, что это мы вставим. А, мы уже фотку вставим. Это сфотка. Я не буду ничего там в авторинге переносить. То есть тут очки, подборы, передачи. Вот все основная, короче, графика плюс там проценты с игры. Я что хочу заметить. Здесь идет такое ранжирование именно первые сезоны 5 в НБА. Да, мы понимаем, что Леброн пришел раньше на 2 года. Но я брал, когда именно первые 5 сезонов в НБА. Все-таки мы это в конечном счете все сравниваем. И вот я хочу, ты знаешь, какой точки зрения рассмотреть? Если Леброн был настолько продуман, либо его, знаешь, уже, скажем, штаб вокруг него вместе с Ричем Полом, со всем остальным. И они такие говорят, хорошо, у нас нет цели, чтобы Леброн много денег заработал, или чтобы Леброн хорошо состоялся как баскетболист. Мы хотим, чтобы он был лучше Майкла. Вот что нам нужно сделать? Потому что, во-первых, мы стартовали раньше, уже на 2 года. Про очки, про передачи, про подборы мы волноваться не будем. Нам нужно как бы вот именно больший заслуг. Поэтому вот здесь эта графа, это понятное дело, что трехочковые там у Джордана никакущие. И начинал он набирать свои очки именно вот в таком бешеном темпе уже ближе к третьему, четвертому, пятому сезону. Вот, но если посмотреть на вот эти последние пять сезонов, здесь, да, у Джордана превосходство немного в очках, у Леброна поменьше, но не сильно. Да, но подборы передачи. Я все-таки думаю, что на тот момент ребята больше фокусировались на вот эту, короче, часть таблицы. У тебя нет ощущения, что два человека просто играли и что получилось, то получилось. Никто ни на чем не фокусировался. Нет, 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 возможно так и есть. Я говорю просто, вот если мы бы с тобой были в каком-нибудь совете Леброна Джеймса, он сказал, я хочу закончить лучше, чем Майкл Джордан. Вот вы мне просто приходите и давайте вот такую статистику, что здесь прошло не так. И вот мы понимаем, что, например, там условно в первый сезон, да, Майкл попал на матч звезд, Леброн все-таки не попал, но новичок года, это вот такая другая история. Не будем забывать, что второй сезон Джордан провел с травмой, сыграл всего лишь 18 игр, но потом вернулся в плей-офф, хотя вылетел сразу же от Бостона, хотя там были матчи по 50, по 60 очков. Интересно начинается вот здесь. Значит, я пометил здесь немного неправильно, но в своем какой-то получается, 1-2-3, четвертый сезон Леброн и Майкл выигрывают по MVP. Вместе с этим у Джордана также появляется титул лучшего защищающегося игрока, потому что в этом сезоне он там делал 3-2 перехвата, 1-6 блокшота, вообще бешеный. Я вот думаю, здесь такой пиар-менеджер со стороны вот именно Леброна, они такие говорят, смотри, следующий сезон, если Леброн забирает MVP, он уже на шаг вперед. Что получается в следующей сезоне? Да, Леброн выигрывает MVP, Джордан все-таки становится второй, вот, но лучшего титула защищающегося уже нету. И вот если мы проследим как бы дальше карьеру Майкла, хотя Майкл, ну, он как бы первый был, да, кто это открывал, он дальше никогда не входил в эту топ-элиту защитников, а Леброн все время оставался. Это безумная теория заговора. Да, абсолютно, это чушь. Ну, правда, это просто так сложились обстоятельства. Если бы ты там говоришь, если бы мы были командой, это, если бы мы настолько всевластны, мы бы просто делали очень сбалансированные другие команды. Когда я рич пол, у меня не только Леброн Джеймс в обойме, или когда я хорошее, большое агентство, которое поставляет игроков команды, я не только Леброн Джеймс. Я бы просто делал более сбалансированные другие команды, чтобы не было других команд суперконкурентов, и Леброну Джеймсу просто открытая дорога, как это было у Майкла, когда он выносил в финале всех и всегда был фаворитом в финале. То же самое я бы сделал Леброну, подготовил бы почву, он бы вошел в лигу, и там у него одна команда какая-нибудь конкурент, и все, и так будем 20 лет играть. Ну, хорошо, но это тогда теория тоже выглядит безумно. Вот смотри, то, что, условно говоря, на пятом этапе для Леброна это был уже седьмой год, у Майкла уже был титул лучшего защитника, а Леброн за ним продолжал стремиться, потому что у него еще его не было. И поэтому он окончательно бросил все попытки уже в Майами через три года дальше. Потому что все-таки титул лучшего защитника это очень серьезная такая награда, и зачастую, как мы говорили, да, ее дают большим, а вот чтобы получил это там форвард или гад, это нужно быть совсем на другом уровне. И вот я все-таки, короче, я хотел бы, чтобы эта тема получилась больше, да, но я ее почему-то поставил конец. И здесь, как бы, рекорды, да, вот если брать даже командные, Леброн всегда свою команду тащил лучше. Я одного не пойму, для чего это сравнивать. Вот, ну, типа, вот хорошо, для кого-то Леброн лучше, для кого-то Джордан. Ну и что, где-то будет какое-то голосование, референдум, где окончательно примут решение? Или что, да насрать вообще кому что нравится? Мне нравится, блять, Антон Панкрашов. Для меня он лучший игрок в истории баскетбола. Ладно, я понял, с тобой, короче, не выйдет. Нет, со мной, конечно, тут не сваришь, потому что я считаю, это просто школьная какая-то история. Ну, типа, мне лучше Леброн, мне лучше Джордан. Ну, хорошо. Нет, нет, нет. Это не будет же какого-то потом в конце голосования божьего суда, где скажут, а лучший игрок в истории баскетбола, признается. Да нет, 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 я хотел не божьего суда, я хотел, ну, так промежуточно, если взять первые пять сезонов. Хотел ли, хотел ли Леброн, получая, когда Майкл получил лучшего защитника, хотел ли Леброн себе тоже в копилку лучшего защитника, чтобы быть сопоставлением с Майклом Джорданом? Да, хотел, сто процентов, если уж к этому. Вот, и я просто хотел, знаешь, провести какой-то промежуточный итог и сказать по первым пяти регулярным сезонам, кто был лучше. И здесь ответ не такой простой. А таковы не будут простым, потому что Леброн пришел со сумком в лигу, а Джордан не пришел со сумком в лигу. Ну. Это уже неравные условия. И по первым сезонам Леброн намного талантливее. Да. Ты же сам видишь, хотя ему лет меньше. Я сам это, да, прекрасно понимаю, хотя для меня у меня в голове, да, как бы там все совсем иначе. Но смотря на это все, и знаешь ту интересную штуку, которую Гилберт сказал тоже, как одно из своих мнений. Вот если бы Леброн был настолько эгоистичный, и вот действительно, вот у него страсть только к тому, я хочу быть лучше Джордана. Да. Он ведь прекрасно понимал, Майкл свои титлы стал ваигрывать там в 30, в 30 и больше, да. И он бы задался просто целью. Я хочу первый сезон, потому что все прикапываются к чему. У Джордана 7 титулов лучшего скорора за... За карьеру. Да, за карьеру. То есть там невероятно вот этот скоринг по 35, по 37. Да, да, да. Ведь Леброн мог. Абсолютно. И сейчас может даже. Он мог прийти. В мусорных матчах по 45 набирать. Если бы у него в голове было такое, смотрите, я сейчас просто беру первые сезоны, и у него опять была же днище команда, вот этот Кливленд. Да. Я беру первые сезоны... И тащу в одного. Да. Мне даже не нужно, знаешь, набирать по эти 35, 37. Мне хочется, чтобы у меня, когда я зашел потом на баскетбол референс, у Майкла было написано 7 их скоринг чем, а у меня 8. Сто процентов. Я же могу это сделать. Абсолютно. Причем не 8 даже, а больше раз. Да, он действительно мог это сделать больше, но тут другой момент. Можно, конечно, сказать, что да, Леброн больше был всесторонний игрок. Это да. Но если так посмотреть, по успехам команды, Леброн как бы делал все равно эти вещи правильно. То есть его команда выигрывала больше. Вот эти два сезона, где он 66-16, 61-21, ну это невероятные цифры просто для Леброна. И еще зеленого Леброна, не стоит забывать. Да, и вот этого вот окружения. То есть он уже попадал на матчи звезд. Он попадал в эти везде в защитные пятерки, как и Майкл, и команда. Знаешь, я вот и думаю, потому что как раз в то время, вот это был золотой расцвет вот этого ESPN и вот того самого Скипа Бейлеса, который всегда Леброна в грязь втаптывал. И при любом сравнении говорили, что Леброн, а где перстень? То есть все сейчас, все не указывали на то, что вот у Майкла 7 титулов, как бы скоринга, да, и он лучший защитник. Все говорили, где перстень? И как бы вот под этим давлением, я все-таки думаю, оно действительно было. И из-за того, что это у масс-медиа, Леброн всеми путями старался дойти до финала, у него это один раз получилось, чтобы вот выиграть этот гребаный, ну вот этот кубок. Но если бы он пошел по другому пути? Если бы Леброн в 10 раз больше выиграл титулов, стал бы лучшим защитником и так далее, есть все равно люди, которые ностальгируют по Джордану, и они бы сказали Джордан лучше, потому что тон кожи, вы видели, он темнее. Это люди, которые есть ностальгия. Есть более старшее поколение, которые там говорят о том, что все это херня, вот посмотрите, какую революцию там сделал Ларри Бёрд, будучи белым, он всех натягивал. Я понимаю, я понимаю, что у тебя там действительно твое мнение, которое заключается там мне, вот такое. Примерно, примерно. Но я к тому, что вот смотря на вот эту всю историю, мы же можем сказать, что в первые пять сезонов Леброн был реально лучше? Конечно, можем, тут по цифрам все видно. Вот просто до того момента. Они много где разнятся, но по цифрам, даже по общей команды, мы же играем в баскетбол, мы же не играем один на один, по цифрам даже командам понятно, что Чикаго нисколько не слабее было того Кливленда сборища и блатных и нищих. Эрик Сноу, это же надо было как-то довести этих людей до 61 победы. У тебя везде сначала Эрик Сноу, наверное, потому что Эрик Сноу, он был черный. И Сноу белый. Ну, короче, этих людей надо было довести до 61 победы в сезоне. И это явно ничем как проблема. Я хочу просто сказать, хорошо, просто в оконцове, даже для меня, фаната Майкла, все-таки первые пять сезонов, я потом разберу и плей-офф, так же нам будет пофиг, но все-таки. Первые пять сезонов, да, и плюс играет за Леброна, что еще моложе. Да, и в конец, самое интересное, есть вторая часть квиза, это обязательно, это обязательно. Потому что мы каждый раз писали в комментариях, каждый раз напишите тему, напишите тему, там были караси, но так как это про баскетбол, один парень, я, если честно, забыл какой ник, но он посмотрит, он безумно обрадуется, он написал, знаешь, про кого сделать квест? Контевиус Калдвелл Поуп. Квест, именно. Ну, квиз, 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 квиз. Итак, смотри, он тоже такой же быстренький, примерно, как Тресси Магрэдди. И потом будет интересный факт для Калдвелл Поупа, ну и для нас как бы в целом. Под каким номером был выбран Калдвелл Поуп? Это 2013 драфт, я дам тебе, я дам тебе номера, смотри. Давай. Пятый, восьмой, двадцать восьмой или сорок первый? Верю в восьмой. Все правильно. А знаешь, что самое интересное? На этом еще драфте как раз был и пятнадцатый номер Янис выбран, а девятнадцатый Сергей Карасев. Это самое главное. Дальше. А какая команда выбрала Калдвелл Поупа? Пеликанс, Индиана, Детройт или Бруклин? Ну вот, судя по лицу, Пеликанс подходит ему. Нет, к сожалению. Бруклин. Детройт. Быстренько, давай. Карьер Хай. 45, 52, 35, 38. 45, 52, 35, 38. 35. 38. Чуть-чуть не попал. Это было в матче с Пеликанс. Вот где-то Пеликаны у меня, видишь? Везде. Везде, везде, везде. Ну, 52. Ну, я подумал, вдруг ты попадешься. Между Лос-Аншелис Лейкерс, его карьера, и Денвера, Калдвелл Поуп поиграл еще в одном клубе. Один год. Какой это был клуб? Дать варианты? Да, лучше дай. Орландо, Портланд, Клипперс или Вашингтон? Орландо, Портланд, Клипперс, Вашингтон. Вашингтон, все правильно. Я вспомнил его. Это та самименитая сделка, которую я включал и Рослава Уэсбука. А вот интересный вопрос. Контевиус, Калдвелл Поуп, все мы знаем. А вот какое миддлнейм у парня? Теодор, Теннелл, Тристан или Терренс? Теодор. Теннелл. А как бы было хорошо, если он Теодор? Под каким из этих номеров Калдвелл Поуп играл? Давай. 27, 8, 33 и 5. Играл? Играл именно. А сколько их тут? Четыре. 27, 8, 33, 5. Я понимаю, что их тут четыре. А под каким играл? Один или... Один. Один. Остальные вообще просто из головы взяли. 8, 33, 5. Да под пятым играл, мне кажется. Все правильно, играл под пятым в Денвере и в Детройде, что самое удивительное. А под первым играл в Лейкерс в Вашингтоне. Ну, с Калдвел Поупом получилось хорошо. Ну, Калдвел Поупом поинтереснее игрок, чем Тресси Макгрейди, какой-то вонючий. Кто может сыграть? Так, ну что, друзья, спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Если вы выдержали, поздравляю. Если нет, то, конечно, надо что-то делать, идти в больницу, потому что приходить себя надо. Полтора часа мы почти сидели. Ну, я бы не сказал, что было... Скучно? Да. Ну, было скучно местами. Ну, под конец, да, когда ты просто там же, не знаю, в телефоне про караси фотографии смотришь, так, где лучшие рыбные места, а тут квест про Калл Хоупа. Какой номер? Да, восьмой пусть будет. Между прочим, пятый и все, я попал. Я про драфт. Я понял, как ты следил просто. Нет, я про номер на майке. В общем, друзья, включайте. На следующей неделе нас Костя постарается проанализировать следующие пять лет карьеры Леброна и Джордана. Нет, нет, нет. Первые пять, но плей-офф. Более детально мы пошли. Это надолго, да? Да, более детально мы пошли. Костя, конечно, ну, как говорится, в чужую голову не залезешь. Все, друзья. На этом мы прощаемся с вами. Костя пошел делать заметки, а я пойду половлю карасей. Всего доброго, до следующей недели.